Но давайте все-таки попробуем разобраться с static. Давайте простой пример приведу. Создадим здесь еще одну переменную int count. Поначалу нулю будет равна она. То есть она будет считать, как много объектов мы создали. К примеру, когда мы здесь создаем объект cat, мы будем брать наш count и увеличивать его на единицу. Ну то есть логично, мы создали новый объект, вот мы его на единицу count увеличили, то есть уже считаем, как один новый объект создали. Ну как плюс один. Потом мы создадим еще один объект, уже doc он будет называться. Print вот это мы уже не будем здесь выводить. А мы просто попробуем вывести console.rightline и попробуем вывести doc.count. То есть как бы количество классов. На данный момент должно вывести один, правильно? Потому что мы один раз только увеличивали. Ну давайте попробуем. Нет, вывело ноль. Почему? Потому что каждый раз мы создаем новый объект. Новый объект с вот этими, абсолютно с вот этими всеми параметрами. То есть он не берет те же параметры, которые мы присвоили для какого-то другого объекта. То есть в этом и заключается отличнейший плюс классов, что каждый новый объект, он имеет только те параметры, которые записаны в классе. И мы можем менять этот объект как только хотим, какие-либо переменные там менять, методы и все подряд, но это никак не повлияет на остальные объекты. Это отлично. Но все же мы хотим узнать, сколько же мы таких объектов создали. Для этого мы как раз используем вот этот вот static, которая сделает эту переменную статической, и она будет доступна только как бы в этом классе. Вот. Ну как бы она будет доступна только для этого класса. Вот так я бы даже это сказал. Таким образом, мы должны обращаться уже к ней по-другому. Мы должны обращаться к ней как Animal, то есть к классу мы обращаемся, и обращаемся именно к Count, потому что если мы... Сейчас кое-что еще раз покажу. Потому что если мы попробуем обратиться к Cat, Cat, так, 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 сейчас, тут плюс-плюс поставлю, Cat, и попробуем найти у нее Count, то мы увидим, что никаких совпадений не найдено. Count просто не существует. Для объектов статические перемены, методы и прочее, они просто не существуют. То есть статических методов мы, в принципе, не можем их как-то вызывать для объектов. А вот для класса мы их можем вызывать. Поэтому мы AnimalCount берем эту перемену и увеличиваем ее на единичку. Вот. Таким образом, когда я создам, например, второй еще класс, и также добавлю плюс один для Count, да, либо я могу здесь плюс два сразу добавить, и потом выведу AnimalCount, то мы увидим, что у нас как раз получится два, потому что мы именно меняем статическую перемену. То есть вот в этом огромный плюс в статических переменах, как я думаю, вы уже поняли. То есть они взаимодействуют только с классом и их невозможно изменить простым объектом. Вот. Ну и давайте дальше двигаться. Итак, сейчас мы еще с вами рассмотрим такую крутую штуку, как конструкторы. Смотрите, когда мы создаем новый объект, нам необходимо каждый раз, вот даже в нашей маленькой программке, прописывать минимум три дополнительных строчки, которые указывают новый возраст, новое имя и новый уровень счастья для нашего животного. Это не очень хорошо, было бы неплохо, если бы при создании объекта сразу могли указать эти три переменных и в дальнейшем уже не указывать их. Вот как раз для этого существуют конструкторы. Давайте создадим один такой конструктор. Для начала мы напишем для него для него напишем модификатор доступа, то есть паблик, чтобы мы могли обращаться к нему непосредственно отсюда, с другого класса. Дальше мы пишем animal и открываем, закрываем скобки. Вот это уже есть наш конструктор. Дальше мы можем удалить, в принципе, вот эти вот все значения. Ну просто, вот у нас три переменных есть в классе, правильно? И больше нам ничего не надо. И присвоить эти все значения в нашем конструкторе. Name h равен 7 и happiness равно 0.7f. Упс, все. И также, поскольку это конструктор, он будет вызываться каждый раз при создании нового объекта, также мы здесь будем увеличивать нашу переменную count на единицу. То есть, таким образом, вот, по крайней мере, уже эту строчку кода мы можем выкинуть отсюда. Уже неплохо. Теперь, смотрите, при создании вот этого вот... И, знаете, давайте еще дополнительно сюда одну строчку допишем. Это будет строчка print. То есть, при создании нового объекта также будет еще вызываться вот этот метод print. Опять-таки, мы можем выкинуть вот эту еще одну строчку. Вот. Таким образом, уже при создании вот этих двух объектов, смотрите, в принципе, что получится. Упс, тут я забыл добавить. Надо, конечно же, еще добавлять скобки. То есть, это, в принципе, просто надо запомнить, что в любой методе, в любом классе добавляют... Ну, вернее, не в классе, в любом конструкторе, в любом методе функции добавляются также еще скобки круглые. Вот. Поэтому, добавив скобки, включив, мы увидим вот такую вот штуку. Единственное, давайте я его все-таки на секунду закрою. Вот сюда просто между этими двумя объектами я вставлю console. пустую линию, чтобы отделить немного эти объекты. Вот. И таким образом, смотрите, просто вот три строчки кода, а уже сколько всего написано. Правильно? То есть, просто при создании теперь нашего нового объекта вызывается вот этот конструктор, в котором мы задаем все параметры для переменных и выводим их на экран. Теперь давайте запишем еще один конструктор. В принципе, конструкторов может быть сколько угодно в классе, в одном классе. И причем они могут иметь одно и то же самое имя. Даже не могут иметь, а должны иметь одно и то же самое имя. Вот. То есть, мы создадим еще один конструктор, только в нем уже будет три параметра. Это name, это integer age и это float happiness. То есть, в принципе, те же самые перемены, только вот чуть-чуть по-другому им их называем. И сейчас вы поймете, зачем мы вообще это делаем. Просто присваиваем значения для начала. Зачем мы это делали? Для того, чтобы теперь, когда, например, я создаю новый объект doc, я могу сюда передать три переменных. Либо просто указать первое это имя, второе это age, вот даже здесь показывается, и третье это уровень части. Вот. Сам компилятор выберет, какой нужен нам класс, какой нужен нам конструктор в данный момент. То есть, если здесь мы никаких параметров не передаем, он выбирает этот конструктор. Если мы передаем три параметра, он выберет этот конструктор. Таким образом, когда я передаю три параметра, он вот эти наши переменные заполняет новыми значениями, добавляет count и выводит все это на экран. Давайте это проверим. например, наш новый объект будет иметь такие значения. Имя tom age 12, например, а уровень счастья 0.99, например. Вот. И в конце еще добавлю такую штуку, как console write line и вот, что я хотел вывести, это count of objects или of animals. Вот так вот, of animals. И здесь просто добавлю animals animal count. Вот. И давайте посмотрим, что у нас из этого получилось. Смотрите, у нас первый наш объект имеет значение по умолчанию, то есть, вот этот конструктор вызвал сюда споте 7 и 0.7, а второй уже имеет значение, которое мы передали. Tom 12, 0.99. Количество животных 2. Вот таким вот образом мы, в принципе, создали новый класс, создали два объекта, и мы можем создавать сколько угодно таких объектов на основе одного простого класса. То есть, это невероятно удобно. Есть один класс и есть огромное количество объектов. Вот таким простым способом в принципе мы и можно сказать выучили классы в языке C-Sharp. Надеюсь, я вам помог в этом вопросе. И на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки в описании и до скорых встреч. Пока!